Всем привет! Это пеленки феникса, сушатся там. Сегодня мы поговорим об общении птички с окружающим миром. Вот сейчас он находится в крайнем удовольствии, поэтому покукукивает вот так, аж мурлыкает. Так, птичка хорош, а то из-за цветка ничего не останется. Знаете, как он его лупает? Вот это означает неудовольствие. Неудовольствие это на голоса птиц, которые он услышал, а слышал он голос чайки. Это я тему потом раскрою. Я, правда, уже упоминала о какашках, что и как. Потом. Так, мы прислушиваемся, кто там и что там. Ну и, соответственно, можем зарычать, заурчать. Вот сейчас клювик раскрыт от удовольствия. Так, хорош кухуша. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сейчас он продолжает прислушиваться, потому что слышно было, как попугайская стая пролетела. Попугай тоже относится к тем птицам, которые вызывают у него желание поручать. Ну, еще плюс к этому, он сейчас выражает неудовольствие тем, что я его сняла с окна, а он бы хотел продолжить поедание вот того комнатного растения, которое вы видели. Такое кукока не означает, просто хозяин ходит по своей территории. Он прихрамывает неудачно. Спрыгнул с кровати, поскользнулся. Здесь просто паркет очень скользкий для него, хотя он сцеплячество привык к нему. Но все равно, если вы думаете, что у вас дома чисто, то отпустите туда феникс, он найдет, где у вас что-то не так на полу. То, что вот, когда недоволен, когда, типа, отстаньте от меня все, вот он обходит кровать, и вот там, вот там ложится. Но в основном это когда жарко. Ну, вот сейчас тоже решил. Сейчас коробку свою пудерпанит. Ну, ладно, ладно, я к тебе не пристаю, я про тебя просто рассказываю. Ну, это что такое кукаряку у петуха? Это территориальный крик. Вот видите, он сейчас подошел к полуоткрытому окошку, там салфетки его виднеются для какашков. Для какашков. Вот. И прислушивается. Как раз попугая там протарахтели. И в зависимости от, на его взгляд, возникшей необходимости, он обозначает вот криком свою территорию. Раздражать на крик его могут громкие, резкие какие-то голоса, или звуки, или звуки работающих механизмов. Вот, например, дворники приезжают на машине дворницкой, и потом скребут, метут, вот, ну, и громко там разговаривают, вот, что-то такое. Или когда дети, детей же достаточно громкие, высокочастотные голоса, тем более испанцы вообще громкоголосые. Так что о естественном своем, как говорится, положении петухи перекрикиваются друг с другом. Но жители сельские, конечно, это лучше знают, чем я. И если петухи в одном хозяйстве находятся, допустим, старший петух, доминантный, может даже, как говорится, младших петухов, за то, что они кукарекают, как говорится, без его спроса, может их наклевать хорошо. Вот, ну, типа, чтоб не возникали, что, типа, только я могу тут кукарекать. Вот такое вот паханское поведение. Ну, это у животных нередко такое случается, не только у птиц, но и млекопитающих. Как говорится, доминантный самец или доминантная самка берет на себя функции руководить тем или иным сообществом. Да и у людей тоже такое бывает. Сами знаете, слыхали примеры. Вот, здесь у нас под компьютером любимое место. С любимым хозяином сидят, в танке играют. Вот, это к вопросу об общении. Может, рядом с ним, ну, со мной он рядом тоже может сидеть, рядом с ним вот так стоять и требовать, чтобы его гладили, может. Вот. И, или просится к нему на ручки. Вот как отличить, когда он на ручки просится или когда просится погладить. Когда просится на ручки, он прямо смотрит на руки туда, где он обычно у него сидит, на какой коленке. Типа, мол, я туда хочу. Показывает. А еще вот один голос, я не знаю, удастся мне его записать, он по заказу же не делает. Вот. Когда, допустим, вот он лежит, спит там или что, и вот какие-то рядом, ну, раздражающие факторы, может, как голоса лишние там или еще чего-то где-то раздаются звуки. И он вот так вот, вот такой звук издает, ну, как можно сказать, скулит, как собака, да, практически. Типа, мол, когда же вы уже умолкнете, дайте поспать. Вот что-то в этом духе. Ну, если удастся, запишу. Да, и насчет кукарекания. Он знает, что его ограничивают в этом. Он слово нельзя прекрасно понимает. Но иногда приходится подушку-пугалку применять, диванную подушку взять и сделать вид, что ты ему сейчас прямо вот под зад подушкой дашь. Ну, или слегка поддать под зад. Ему от этого вреда никакого не причиняется, но он это очень не любит и замолкает. Вот, крылышки мы топырим вот так вот, когда мы желательно. Или когда вот-вот мы так выпендриваемся. Все, птичо, успокойся. Все, нельзя, нельзя. Все, хватит. Ну, вот так вот мы еще прицом к входной двери, иногда отвлекаясь на почесывание перьев. Ждем любимого хозяина. Вот, он может, в смысле, петушочек, где-то часа полтора точно может так возле двери провести, вот так ожидать, прямо вот носом двери, пока он не придет. Вот, из нас двоих, он бежит прямо бегом встречать, как собаки бегают встречать. Только манука, он как не встречает, иногда только подбегает и проверяет сумки сразу, что принесла. Вот, и, ну, иногда, если я пришла, он может даже с дивана не встать, вот, нет, встать встанет, он не спрыгнет. Потому что птица большая и тяжелая, спрыгивает с дивана, ему неохота. Если, когда мам пришел, и он лежит, петушок на диване, он спрыгивает к нему навстречу. Ну, и если, например, вот, как сейчас, у него лапка немножко прихмарамывает, он выгнул, проскальзнул неудачно с дивана, тогда тоже может стоять и ждать, пока его, вот, я спущу, и он туда подбегает и бежит радоваться. Ну, это, ну, или, когда сильно разоспался, он раз так сообразит, ага, пришел, и бежит к нему, позовет, и бежит, так вот делает. Вот он сейчас порой кивает вот так, это слышат голоса за стенкой, он сейчас хочет вздремнуть, прям здесь, где лежит, на страже, как говорится. Заодно меня у компьютера и заодно двери. Ну, вот сейчас, если голоса эти за стенкой усилятся, он еще порочит, а если нет, то не будет больше рычать. Несколько слов о том, как Феникс относится к отсутствию кого-либо из нас дома. Он скучает. Больше всего он, как я уже сказала, радуется, когда вонок приходит, когда я прихожу, тоже радуется, но меня за долгое отсутствие, по его мнению, как он считает, было оно долгим или нет, может наказать, каким образом он клевать будет. Или в ногу, или в руку. Я его задавливаю, сразу что-то, например, с магазина приношу. К магазину он более-менее лояльно относится. И сразу ему, он начинает в сумках рыться, как всегда делают обычно домашние питомцы. И я что-то быстрее ему даю, чтобы он, вот, задабриваю, задабриваю, конечно. Мануко не требует, не требуется задабривать Феникса. Он все равно, как говорится, рад, и не кусать его не будет, меня будет. Такая у него привычка. И, вероятно, он на меня злится за то, что я вообще из дома выхожу. Вот, и если он считает, что, вот, например, это было очень долго, он сердится вообще конкретно. И ему надо потом успокаивать. Вот, например, не хочет со мной разговаривать. Он рычит. Вот, рычание похоже на то, что я сегодня вам уже показывала. Реакция на чай, примерно такой же. Ну, вот, ведет себя таким образом. Но потом успокаивается. Такая вот птичка. Да? Кукуша? Кукуэ. Птичечка. Это вот, интересно, такой получается феномен, да, я его вырастила. Естественно, он не, как некоторые говорят, ой, куриная память забывает меня, значит, во время каждого пригода ничего подобного. У него память вполне себе нормальная. Учитывая даже тот момент, что это не кошка и не собака, он помнит тех людей, вот, с которыми на улице. Он встречался даже, пускай месяца три назад, он узнает их спокойно, и собак узнает знакомых, которых не видел даже, вот, пускай неделю, две, три, а то и больше. Так что, тем более, вот, к отцу, как говорится, остальных дома на какой-то период, он относится более спокойно. Такая вот птица. Человек впервые, вот, он зашел домой и видит, что человек любит животных, искренне любит, и относится к нему, сразу располагается, и он сразу прямо влюбляется в этого человека. Вот такая вот у него натура. На улице он, вы в роликах моих посмотрите, как он общается с людьми, с собаками. И вот, кстати, там есть момент, как он навстречу бежит, и к своим знакомым, и к мануколам бежит навстречу, когда петушок гулял, и он пришел за нами. И он обрадовался, почесал, бегом-бегом. И меня часто спрашивали и спрашивают о том, он убегает или нет от нас на улице. Нет, он никуда не убегает, наоборот, он смотрит, чтобы мы никуда не делись, никуда не ушли. И вот это я отсылаю вас к предыдущим своим словам. Он считает, например, вот, относительно меня, если я ушла из дома, значит, я куда-то делась. Предательница такая, в общем, и меня нужно наказать, если отсутствие было долгим. Но если не долгим, то ладно, пусть живет, как говорится. Вот он сейчас слушает, слегка голову наклоняет туда-сюда, я когда разговариваю. У него обычная реакция на слова, и он знает, когда говорят о нем. Одновременно он слушает меня, слушает, там, вот сейчас за дверью кто-то из соседей ходит, слушает за стенкой, что происходит. В общем, у него слух работает, как говорится, в таком панорамном режиме, на все концы, как говорится. Ну и о зрении. Я уже упоминала и неоднократно, зрение у него очень хорошее, как обычно бывает у дневных птиц. Ведущих свой, как говорится, образ жизни при свете дня. Но сумеречное зрение вообще никакое, и ночного у него, ну, считай, что нет. Если, например, в комнате выключаешь свет, приносишь его спать, поставить нужно его, и сразу ложись, ложись, укладывай. Потому что он может и упасть, если это, вот, на кровати, да, высоко достаточно, вот, слушаем мы, да, и чулечка мы слушаем. Вот, он не видит, где край, потому что темно. Ну, и человек, вы тоже, скажете, не особо видит, где край, когда темно. Но все-таки у него это сложнее еще. А такие, например, птицы, как, допустим, совы, да, хищные птицы, они могут успешно и видеть, и перемещаться, как и ночью, так и днем. Даже охотиться, вопреки распространенным мнениям, сова может и днем тоже охотиться, дабычу ловить. Ну, понятное дело, разные виды сов, как говорится, отличаются между собой, по образу жизни и так далее. Вот, смотрите, как он слушает. Да, птичуленька. Ну, все-таки, а дневные хищные птицы, типа орлов, беркутов, они ночью тоже видят плохо, кстати. Вот, у них глаза относительно тела намного меньше, чем у той же совы, да, большеглазых таких хищников. Ну, вот они тоже дневные птицы. Так что какой-нибудь горный, гордый горный орел, он в темноте тоже будет чувствовать себя очень неуверенно, так же, как и курица. Да, птичуленька? Птиченька у нас орел, клювы у нас какой орлиный. Кстати, по своим размерам он вполне сопоставим с орлом, просто что у него крылышки маленькие, для того, чтобы нести вот такую вот тушку в воздухе, и причем так высоко, как несет ее орел, у него должен быть размах крыльев по полтора метра с каждой стороны, никак не меньше. Ну, вот хвостик у нас периодически так по перышку отрастает. Ну, вообще, короткохвост такой, вот такая порода получается. Ну, и ломается он, хвост за счет того, что он постоянно у нас на руках. И на улицу в переноске он перемещается. Друзья собаки могут, опять же, постараться перья повредить, хвости. Ну, в основном, конечно, они выдергивают, не в основном, а вообще, те перья, которые уже сами готовы выпасть. Ну, вот один раз его было, у подружка Луна выдернула перо, которое вполне себе свежее. И свежее перо, которое не готово было выпасть, оно находится в такой, как бы, такой, знаете, кожистой капсуле. И, если пальцем нажмешь, там даже кровь появляется. То есть, живое перо, и вот Луна его, как говорится, дернула у птички. Ну, конечно, такие живые перья, когда выдергиваются у птицы, это крайне нежелательно, и для нее это болезненно. Болезненно. Вот, учитывая то, что вперед даже кровь появляется. Вот. Ну, вот видите, мы рычим. Это он вот сейчас со своего места, ему вот там наисквозь видно окно, и наверху, на соседнем доме, видны ему чайки, которые там на антеннах сидят. Вот он на них порыкивает. Ну, и заодно на какие-то перемещения внутри квартиры, за стеной, опять же, я повторюсь, у соседей, он это все фиксирует. И в подъезде. Вот. А так, в принципе, он сейчас в спокойном состоянии. Пошамкивает так клюванчиком. Ну, это тоже нормально, в общем. А что, много говорю, надо уже птичке дать взревнуть. Так, ну, ладно. Пока заверну общение, потом продолжу.